Глеб Планкин Пьеса в двух действиях. Действующие лица. Егор, сортировщик почты, 26 лет. Олег, друг Егора, 27 лет. Света, девушка Олега, 26 лет. Галя, начальник ОПС, 22 года. Леся, заместитель Гали, 21 год. Маша, оператор первого класса, анорексичка, 30 лет. Вера, сотрудник почты, 22 года. Рыжик, кот серого цвета, сколько лет, непонятно. Саша. Супервайзер, 35 лет. Марина. И все остальные. Действие первое, картина первое. Частный сектор в центре спального района. Двор старого кирпичного одноэтажного дома. Он огражден деревянным забором с выбитыми шпалами. Около одной из стенок разбросана груда ненужного бытового хлама. Подтрескавшийся сервант без дверцы, деревянный дубовый стул, несколько дырявых покрышек. И все в таком роде. На ветке растущего рядом дерева висит боксерская груша. Недалеко от нее кострище обжилось белым обгорелым кирпичом. Во дворе стоит ржавая нива. Олег роется у нее под капотом. На водительское сидение за открытой дверью сидит Егор. Курит. А так часто происходит. Потому что, когда все хорошо работает, заявок нет. Нет заявок, нет денег. И что делать? Приезжаешь на объект и роняешь его. Роняешь? Да. Отрубаешь вышку. Связь пропадает сразу жалобой. Через 15 минут у тебя уже готовая заявка. За это не увольняют? Увольняют. Только откуда они узнают? Главное телефон вырубить перед тем, как ехать. И все норм. Чтобы положение не отследили. Интересно, конечно. Наверное, пока на курсе погодят. Может, хоть к нам переедешь. Зачем вам надо? Я не хочу тебя сейчас одного оставлять. Жалеешь на них? А ты бы не жалел. Это же родители. Себя пожалей, справлюсь. Ты что грубишь? А зачем ты о них опять? Договорились больше не говорите. Нетов и нет. Ладно, прости. Егор докуривает, выбрасывает бычок на землю. Блин, рук не хватает. Подойди. Егор выходит из машины, подходит к Олегу. Чего? Тут, держи. У корпоратора? Да. Не ебнет? Может. Не сильно. Неприятно будет. Как на почте твоей. Держу. Сейчас. Олег что-то крутит у двигателя. Вроде все. Заведешь? Егор идет обратно на водительское сидение. А где ключ? Какой? Зажигание. Там кнопка вместо него. Жесть какая. Сцепление только выжми. Егор выжимает. Нажимает кнопку. Машина заводится. Вот мне тоже такая нужна. Машина? Кнопка. Зачем? Нажала, заработала. Все. Мотор рвет. Жизнь идет. Как будто включил ее. Жизнь настоящая. Олег захлопывает капот. Ты что-то со своей почтой совсем поплыл. Какой ты душнила. Мне в сентябре из отпуска в институт выходить. Куда я пойду? Вышки, кнопки. Че? Че ты прилип к почте к этой? Как банный лист к жопе. Коллектив хороший. И совмещать можно. И на кандидатское время есть. Ты шесть лет нахер штаны тер. Чтоб посылки таскать? Чтоб на твои дебильные вопросы отвечать. Нива глохнет. Ты не закрутил? Где? Вот, у аккумулятора. Так ты не просил? На почте вообще все в целом ломается. Чехлы, техника, жизни. Ты что хочешь от меня? Предбанник дома. Выходит Света. Вы тут долго еще? Жрать идите. Давайте быстрее. Я второй раз греть вам не буду. Картина вторая. Отделение почты России. Десять вечера. Рабочий день окончен. За компьютером начальника сидит Вера. Она кликает мышкой и что-то печатает на клавиатуре. Рядом за соседним компьютером стоит Егор. У него под ногами куча непринятой за сегодня почты. Посылки, письма заказные, письма с объявленной ценностью, посылки первого класса, посылки курьерской доставки, мелкие международные пакеты. Список можно продолжать бесконечно. Он собирает почту в брезентовый мешок на отправку. А первый класс какой индекс? 603, 965? Нет, это ИМС. А первый какой? 962. Давно ли? Всегда такой был. Серьезно? Странно? Ты меня пугаешь. Да, ладно тебе. Егор подбирает несколько посылок, складывает их на стол, берет по одной посылке с каждой считывающей штрих-код терминалом, забрасывает в мешок. А пломбы где? На сортировке, посмотри. Егор подходит к своему компьютеру, садится на свое кресло. А пломбиратор где? Ты сколько в отделении работаешь? Год почти. Не знаешь, где пломбиратор? Он всегда на своем месте лежит, что ли? Ты чего негативишь? А ты? А я бегаю, потому что по отделению, как санный веник, жопу за всеми вами подтираю. Мне это в мои 22, зачем надо, Егор? Егор достает из стоящего рядом ящика пломбиратор, зажимает пломбу, обрезает лишнюю веревку, смотрит на мешок. Ты чего встал-то? Домой не надо? На кладную забыл положить мешок. Как и деньги принять. Почта-то хоть принята? Нет. Какого хера? Я что, грибу? Егор кидает пломбиратор на стол, тот ударяет по клавиатуре. Ты чего психуешь? Ты со скольки сегодня? С восьми. Вот и челяй домой. Да их почта же, машина. Да нахер и почту твою, и машину, и сортировку, и посылки с почтальонами. Планерка что? Да похер. В смысле похер? В прямом. Я заявление написала. Перевожусь в оператор. А кто начальником будет? Кого почтам пришлет, тот и будет. Курить пошли? Пошли. Картина третья. Ночной город. По трассе едет Нива. За рулем Олег, Света и Егор на заднем сидении. Переднее пассажирское сидение отсутствует. Лобовое стекло треснуло в нескольких местах. Да он вообще странный мужик. Так вроде общаешься, ничего особо по нему не скажешь. Мне операторы только сегодня сказали, что к чему. Он, короче, на Донбассе жил, и у него дом во время этого всего крымского движа разбомбило, короче. Не повезло мужику. Ну как, повезло. Ни его мамы, ни его дома не было, как дорвануло. В итоге дома решились, а что им делать-то? Там, естественно, работы нет никакой. Они сюда и приехали. Приехали, взяли ипотеку, мать не берут никуда, даже уборщицей. Он один тянет на себе на 12 тысяч своих. Так скажи ему, пусть с Олегом по вышкам катаются. У него инвалидность, он ничего толком делать не может, во всяком случае он не соглашается. Да и сил после рабочего дня. Цирк уродов какой-то. Цирк, это точно. Пришла девочка, короче. Худая, как смерть. Свои 30 лет весит 25 килограмм. Жесть. Булемия? Анорексия. Не материтесь. Это что хоть такое-то? Это когда жрать не можешь. Она вместо обеда в туалет ходит на полчаса, прикиньте. Толком никому ничего не говорит об этом, не ест у нее, типа, желудок не работает. Короче, все, что организму нужно, только через иглу. Вот так вот, посредине смены, в толчке. А потом приходит и посылки по 10 кг таскает. Считай, полвеса ее. Олег, блядь, стой! Олег бьет по тормозам, скрипят шины. Олег включает варильку, открывает дверь и выбегает на проезжую часть. Что случилось? Вон он слева, Олег, аккуратнее. Олег возвращается к машине, державшись за шкирку кота, протягивает руку с котом в салон. Возьмите быстрее, у меня сейчас собьют нахуй. Я не буду его брать, блядь, я боюсь. Давай сюда. Егор берет кота и пытается усадить себе на ноги. Кот орет, обрыкается, царапает ему руки. Олег возвращается на водительское сидение. Что это было? А, сука, аккуратнее. Его тачка сбила только что. Он перед нами на передних лапах пробежал. Ноги в кашу, походу. Что делать с ним будем? Ветеринарку везти, что? Света, посмотри адрес. Света достает смартфон, открывает навигатор. Олег выключает варилку, нажимает на газ. Машина трогается, кот орет и брыкается. Картина четвертая. Сортировочный цех, отдел приема посылок. От посетителей и остальных помещений он отделен стеклянной стенкой. Прямо посередине проема стоит алюминиевое ведро, в которое капает конденсат с крыши. Внутри цеха два рабочих стола с компьютерами. На старых клавиатурах стерта краска букв, поэтому сортировщики зачастую набирают текст наугад. За левым столом обедает Егор, в цех заходит Галя. Человек, человек, привет. Здрасте. Меня из мобильной группы прислали, я теперь новый начальник отделения. Меня на ты можно. Давно тут? Год почти. А почему именно сюда устроились? Деньги нужны были. На почту за деньгами? Мы не так поняли. Можно на ты. Почему сюда-то? Я вообще в институте работаю, младшим научным сотрудником. Сюда пришел, когда гранты закончились. Гранты? Ну да, все научные сотрудники живут на гранты, на самом деле, типа проекты. Это как? Ну это есть спонсор с проектами, если научная тематика совпадает с нашей, то нам дают деньги. Если нет, то нет. Вот у нас не совпало. Грантов не дали, я остался на окладе, пошел подработку искать, тут взяли. Поняла. ЕМС как? Плохо. А продажи? Так же. Страховки? Зарплату скидываемся, на свои деньги покупаем. Ужас какой. А ты в начальниках давно? Первое отделение мое. Нелегко тебе будет. Ой, да ладно, но за свои деньги страховки покупать, это как начальству бояться надо. Да вроде всегда так было. При мне такого не будет. Картина пятая. Ресепшн у административного входа. Саша и Маша стоят рядом со столом сортировщика. На этом столе сколочены полки с девятью секторами. Они стоят решеткой три на три. Каждый сектор отведен для отдельного участка. Сортировщица раскладывает письма по участкам. Она берет кипу писем из стоящего рядом пластикового почтового ящика. Ставит на каждый конверт печать с сегодняшней даты и кидает письмо на адрес. Опять ставит печать, кидает и снова печать. Галя сказала в начале смены, что простые отправления не принимаем? Да. Русским языком говорили. Принимаем только первые классы курьерские. Простые предзапомнил. Я помню. Так, Карас, ты помнишь, какого хера пять простых приняла? План кто выполнять будет? Я случайно, торопилась, забыла. Мимо проходит Егор с бумагой в руках, читает на ходу. Останавливается у входа в сортировочный цех приема посылок. Внутри Галя что-то смотрит на сортировочном компьютере. Инкассацию сделал? Да, в ящике лежит. Проверь там за ним. А вы кто? Супервайзер ваш. Буду за передачей отделения следить. А, ну понял. А что за мной проверять? Я каждый день знаю, в чем проблема. Вот это и пугает. Что не так-то? Работать надо на работе, а не в облаках летать. Да я и работаю. Я и вижу, как ты работаешь. Сколько страховок сделал сегодня? У нас страховая служба напротив пятерочки. Какие страховки? Страхование дома, здоровье, антиклещ. Кому нахер нужен этот антиклещ? Ты язык припусти свой. Блин, я, короче, работать пошел. Давай, давай, трудяга. Не нравишься ты мне? Мне тоже приятно познакомиться. Маш, ты как? Мы рабочие моменты обсуждаем. Чего лучше греешь? Моменты? Ну, обсуждайте. Егор уходит в клиентский зал. Саша поворачивается к сортировщице, кричит ей. Ты кто, блин? Слышала? Я с кем разговариваю? Я охренею. Что за отделение отбитое такое? Инвалидка на кассе. Оператор какой-то дурак. В облаках летает где-то. Ну, чтобы меня сортировщики игнорировали, вот это я впервые вижу. Я с кем говорю? Я тебя запомнил. Ты первая вылетишь, как ревизия пойдет. Охренеть можно. Егор выглядывает из-за стола. Хер ли ты смотришь? Взять за ней вылетишь. Она глухонемая. Картина шестая. Курилка ОПС. Прямо за углом этого ТЦ. В это место приезжают грузовые машины, из которых принимают товары работники местных магазинов. Тут же в углу рядом с мусорным ведром разбросаны стеклянные бутылки. Пока нет грузовиков, здесь катаются подростки на самокатах, иногда падают и громко смеются. Егор стоит оперевшись спиной на кирпичную стену и курит. Из-за угла к нему выходит Вера. Божечки-кошечки, я такой видосик нашла сегодня, отвал башки просто. Он два этих, ну, пистолета Керхерл взял, короче, под ноги себе и летает. Прикинь, я не могу, я тебе покажу сейчас. Нам надо по-любому так же сделать. Как думаешь, это реально он так летает? Во-во, нашла. Она включает видео, показывает Егору. Ну ты же это. Чего я это? Ну, легкая, он несет тебя, разобьешься. Ой, да чем не будет-то, я начальником в 78-м отработала, мне уже ничего не будет. Ну, тут шлем хотя бы надо. Кстати, да, шлем-то надо. А у тебя есть шлем-то? Да нет, откуда он? Куда? Ну, не знаю. Ну, нам надо, нам-то по-любому надо. Что с тобой? Запарный день, жесть какая-то просто. А чё? Чё, супер пришел, что ли? Ну? А я говорила, он сейчас всем вам покажет, чё к чему. Не ценили, не понимали, сейчас вы всё поймёте. Господи, да что с тобой, чё случилось-то? Я ещё кота подобрал. Божечки-кошечки, какого? Серого. Где подобрал-то? Да катались тут недавно, тачка прямо перед нами, сшибла на трассе, прикинь. Да ладно, и чё, выжил? Выжил. Врач сказал, органы не задеты, нормально всё. Укола только теперь, кормёжка, покой. Как с ребёнком мало. Блин, да, такое себе. Ну, ты молодец. Ну, хз. Ну, покажи кота-то хоть. Егор достает из кармана телефон, показывает Вере фото. Ой, так это британец же, прикольно. А как назовёшь? Рыжик. Но он же серый. Ну, да. Ты меня пугаешь. Ой, ладно, рыжик так рыжик. И чё, чё он там? Да чё? Следить за ним надо. В силу гора уходит. Лекарства дорогие, ёбнешься. Для людей таких дорогих нет, как для котов, короче. Ещё за хату цену подняли. Я на уколы всё уже спустил. Из института бабки только через месяц придут. Жопа полная, короче. А с котом потом чё? Ну, пристрою, наверное. Правда, нахер он нужен кому? У себя, наверное, оставлю. Погнали со мной в доставку работать. Едет по району, еду развозить. Касать полтора в смену, попилим. Не густо. Ну, моё дело предложить. Не-не-не, погоди. Так-то норм, Варик. У меня только прав нет. Так у меня есть. Алло. А когда работать-то? Почта же. Ну, ты сутками на почте на своей, что ли, Егорка. Ты меня пугаешь. Ночью гонять будем. После ночной смены на почту? Ну, да. А ты чё думал, в сказку попал? Жёстко. Ну, да. Такая жизнь. Окей. Когда поедем? Сегодня и поедем. У меня смена сегодня стоит. Во сколько? Из отделения. Выйдем, да поедем. Картина седьмая. Планёрка в отделении. Весь штат стоит полукругом около Гали. Она сидит за столом сортировщика. Что по нормативам сегодня? 800 писем. Один мешок и 640 писем. Два мешка и 500 писем. Хорошо. Егор, почему так долго почту обрабатывал сегодня? Нормально. Спорить будешь со мной? Может, тебя обратно на кассу посадить? По клиентам соскучился? Вообще без бы. Только кто на сортировку вместо меня пойдёт? Алина. Да без проблем. Только я за ней ничего не буду делать. Куда ты денешься? А чего я перерабатывать должен? Слушай, я вчера созванивалась с начальниками. Они сказали, что если сортировщик не может почту обработать за два часа, то он им по большому счёту-то и не нужен. Кто им вообще нужен? Я с ними час спорила, тебя выгораживала. Это одолжение типа? Короче, я всё сказала. Не нравятся все вопросы к почтамту. Человеки, внимание, в связи с пандемией всем старым сотрудникам придётся написать заявление на уход в ежегодный отпуск. Блин, кайф. Оплачиваемый? А следующий когда? Через полгода минимум. Все вопросы к почтамту. А с новыми сотрудниками что будет? В связи с поступлением они должны обучаться, будут работать. Вопросы есть? Не, всё понятно. Где расписаться-то надо? Расписаться? А зачем тебе расписываться? В смысле? Ну, отпуск же у всех. Почти у всех. Ты остаёшься. Почему? Приказ почтамта. Леся уходит в учебный отпуск. Будешь замом, Егор. С повышением. Картина восьмая. Ночь, улица спального района. По дороге летит белый разбитый Рену Логан. Левая фара не горит, передний бампер привязан к кузову верёвками. Дальше куда? Налево. Уверен? Или как в прошлый раз? В прошлый раз всё норм было. Налево повернули, потом пол района объезжать пришлось. Ты что там в глаза долбишься? Так это право было. Сука. Осторожно. Машина проезжает по лежачему полицейскому на полной скорости. Ты онемел, что ли? Сказать не мог. Опять на ремонт 1100 уйдёт. Да куда ты долетишь-то так? На заказ куда? Что это за херня? Где? Я не вижу ни хера. Как вообще можно так ездить? Не так можно. Блин, дыра справа. Вера дёргает руль. Егора кидает вбок. Он бьётся головой о стекло двери. Ты можешь аккуратней? Могу. Только за сертик сам тогда платить будешь. Какой в жопу сертик? Обычный подарочный сертификат. Выдаётся клиенту, если заказ просрочить. Стоит косарь. Я у доставки для кого распиналась? Да ты лепечешь очередями, хер запомнишь. На ремонт вместе скидываться будем. Какой ремонт? В очках ездить надо. Ты хлопни лучше, а то не поедешь и пойдёшь сейчас. И хер, кто потом кота твоего вылечит. Время сколько? Чего? Время, говорю, сколько? Тридцать минут. Твою мать, опоздаем ведь. Ты права купила, что ли? Сама сдала. У меня тогда зрение нормальное было. А потом что случилось? Руки отказывать стали или ноги? Зрение. Ты как в отделение пришёл, я тебя увидела, сразу ослепла на оба глаза. Машина останавливается. Листовку достань мне. А адрес-то какой? В навигаторе, посмотри. Вера выходит с водительского сидения, заклопывает дверь. Егор открывает бардачок, ищет лист заказа. Ну, нашёл? Да, вот. Конец. Вера уходит к подъезду. Егор достает пачку сигарет, открывает окно. Егор закуривает, время идёт. Из подъезда выходит Вера, садится на водительское сидение. Ну что? Что? Въебали? Нет. Но это потому, что я глазками поморгала. В следующий раз сам пойдёшь. Да я так не умею моргать. Научишься. Картина девятая. Сортировочный цех. Вера сидит за сортировочным столом, держит в руках полуторалитровую бутылку из-под минералки. Отпевает. Егор стоит рядом, держит в руках скрошеватель с документами. Читает его. Тут в целом не совсем двести выходит. Да разница-то какая, двадцать тысяч? Подпись твоя? Да. Как в паспорте? Ну какая? Ты чем думала, когда подписывала? Ну это когда было-то? Полтора года назад. Двадцать лет мне было. Алло. Мы ещё даже госправа в Шараге не проходили. И штемпель стоит. Сука, не могу. Давай в прокуратуру писать. Куда? В ментовку идти надо. Куда, блин? Да бесполезно. Я обзвонила уж всех. У них полгорода выплачивают просто процентами с ЗП. Другая половина просто уволилась. Горбатится в другом месте. И всё равно почтампу должны. Кого-то посадили даже. Я не понимаю, как это можно было подписать. Чёрно по белому же. Всё написано. Ты думаешь, я смотрела сильно, что ли? Пришла в почтамп тогда, чё? Два года назад было. Только на юрфак поступила. Девчонка с села. Сама. А тут прихожу, сразу в отделение, сразу начальником. Да я чё угодно подписала бы. Чё, угораешь, что ли? Надо увольняться тогда. А смысл? Ну, чтобы не платить. Они всё равно через суд потом возьмут, чё им надо. Дай сюда. Егор протягивает Вере папку с бумагами. Ну, смотри, им похвощи. Ремонт за декабрь. Это я тут в декабре горбатилась. Стеллажи, шкафы, ни копейки не увидела. Зато записали 50 тысяч. Ну, это жесть. Должен же быть способ. Ладно, чё тут? Егор, скажи, тебе нужна? Да. В цех заходит Саша. Останавливается, наблюдает за ребятами. Шутник, блин. Я имею в виду на работе. Помочь надо? Да ты чё, справлюсь нормально. Иди отдыхай. Отдохнёшь тут. Егор, ты очередь видел? У меня обед. Еды я твоей что-то не вижу. Вера, у вас сразу рабочий день не окончен? Ну, минут 40 назад. И что вы тут делаете во внерабочее время? Я не понимаю, в чём проблема? Тебе и не надо. Во внерабочее время сотрудникам нельзя находиться в отделении. У вас завтра смена с 8, Вера. Первый день на работе. А чё я тогда вчера до 12 тут сидел? Почту, наверное, обрабатывал. А график как же? Так успевать надо. Я ведь как раз за этим и здесь, за вами распиздями следить. Чё так грубо? До завтра, Вера. Вера встаёт из-за стола, собирает сумку. Пока, Егор. Картина десятая. Двор у кирпичного дома в центре города. Тут припаркован Логан. На переднем пассажирском кресле сидит Егор. К машине подходит Вера, она открывает заднюю дверь, закидывает туда пустую сумку для заказов, закрывает дверь. Садится на водительское. Рыжик, еду, чай сожрал всю. Я с утра ему оставил, на ночь уже нет ничего. Ну уж домой скоро. Она достает телефон из кармана. Три утра уже. Два часа осталось сегодня, переживай. Егор, как жить эту жизнь, а? Берёшь и живёшь. Так, наверное, я ХЗ. Вот так живёшь, что ли? Так это как? Ну вот так. Сидим мы тут чё-то в три ночи в помойке этой с Саной. Нахуя, а? А главное, зачем? Завтра в отделение я тыщу на ревизию, опять просплю всё. В утильник заведи. Так я не слышу его, у меня их двести штук с утра. Давно ты так? Как? На тысячи работах. Да сколько помню себя, как тачку взяла в кредит, а отдавать-то надо. А тут ты ещё с котом своим, блин. Это проблема? Чё? Говорю, тебя напрягает или чё? Что именно? Ну работа это в ночь. Если чё не так, ты скажи, я сам разрулю. Ой, да хлопни ты уже. Круто посидели, заебись поговорили. Там, а да, хорошие конкурсы интересные. Его хоть лучше? Ну да. Уже ходить пытается. Ну ладно, хоть так. Ой, рубит меня, не могу. Может нахер всё это и домой? Да ну тебя. Егор открывает дверь. Ты чё, куда? За кофе. Кому? Мне не надо. Вер, ты глаза свои видела? Через час сходишь. Сейчас какой-нибудь педрил за 20 минут до закрытия закажешь себе какую-нибудь маленькую хуйню и поедем. И тогда реально кофе нужен будет. А сейчас толку никакого. Через 5 минут опять рубить будет. Ой, я короче всё, разбудишь. Угу. Блин. И уснуть не получается. Так свет странно падает. Какой? От фонаря. Я так на тебя смотрю и ты рыжий как будто. Как лев? Лев. Котёнок подзаборный. Лев, бля. Ну спасибо. Обращайся. Не знаю, обычный вроде. Серый. Ну хороший же. Ладно, я поняла. Молчу. Мажет как-то. Плохо. Всех наркоманов надо убивать. Лечить их надо. Ты их не вылечишь. Почему? Поверь мне. Ты это к чему вообще? Да просто. Работу мне предложили. Какую? Не совсем легальную. Не знаю, соглашаться или чё. А чё делать надо? Да продавать чё. Пласть много? Да не сказать. Девчонка, которая предложила, сама сидит плотно. Ты пошёл? Не. Нахер надо. Почему? Торчки есть, торчки, Вера. Всякое же бывает. Вдруг тяжело человеку. Кому легко-то вообще? Так легче. Чё легче? Работать круглосуточно легче, как минимум. Хз. Я думаю, торчкам вообще доверять нельзя. А чё ты тогда со мной тут сидишь? Егор берёт Веру за руку. Вера сжимает руку Егора. В кармане Веры звонит телефон. Заказ пришёл по ходу. Егор наклоняется к Вере. Целуются. Телефон продолжает звонить. Картина одиннадцатая. Ресепшн у стола сортировщика. Все сотрудники в медицинских масках. Двести тысяч? Откуда? Ты тут зам, ты должен знать. Так я знаю. С прошлых начальников долг с них и спрашивать. Да слушай, без тебя разберёмся, с кого спросить. Беспредел. Иди работай. Привизии не было, ничего не было. Вы о чём? Какие долги? Походу большие. Саш, давай по-человечески как-то. Ну я понимаю, 10-20. Ну даже 50. Ну не 200 же. Всё на бумагах зафиксировано. Подписи, печати. Всё чисто. Какие бумаги? Я ничего не подписывал. А это что? И подпись твоя. Егор берёт бумагу. Двадцать седьмое? Так у меня выходной был. В УПС чёрного хода заходят два инкассатора. На поясах у обоих кобура с оружием. Ну что, когда поедем? У нас так-то отделений полно ещё. Сейчас Света придёт из аптеки и поедет. Куда? В почтанку, куда. Вы чё, ёбнутые? Сань, какого хуя он так с нами базарит? Сиди за языком в щегол. Жопу вышибал. Мы только первый раз приезжаем. Потом уже будет полиция. Оно тебе надо? Да уж не кепли. Ну да. Ну как всегда. Ревизию вызывайте. Заявку отправить в почтанку. А мы пока поедем. Из ревизии права не имейте. Я на служебное расследование напишу. Не понял. Ревизии не было, что ли? Ну, ну будет. Ну и зови тогда, когда будет. Саш, ты опять вытворяешь? Как обычно. Ну, короче, поехали. Цирк, блядь. Инкассаторы выходят из отделения. Это Саша дебил какой-то в натуре. Картина двенадцатая. По проезжей части едет Логан. Вера за рулем. Егор на переднем сидении. Олег на заднем. Лобовое окно машины запотело. Вера держит руль, практически уперевшись лбом в стекло. Олег открывает окно двери. Закуривает. Давай покури еще тут. Кури, кури. Вера закуривает. Открывает окно. Я один, что ли, запах чую? Нет, не один. А что тогда? Да ничего. Хорош вайдосить. Как можно было канистру не закрыть? Я закрывала. Плохо закрывала. Мне и так гайцы все мозги изнасиловали. Ты что хочешь? До заправки живым доехать. Самарат глаза режет. Мне не режет, что ли? Ребят. Да завали. Слышь, меня менты утром на экспертизу чуть не увезли. Я еду, смотрю, вместо двух полос четыре. У меня слюни, сопли. Думаю, что, болею, что ли, или аллергия? Запах слышала, а что, к чему не поняла. В заднее зеркало гляжу, а глаза красные, как неделю бухала. Ладно, мент все понял, когда башку в салон засунул. Да тут можно только на тачку посмотреть, уже херого устанет. Потому что канистру закрывать надо нормально. Водить нормально надо, чтобы канистры по багажнику не летали. Полдня до леса, сейчас обратно. Работать когда? Вот я прям так мечтала воскресенье провести. Галоши эти еще все ноги натерли. Так взяла бы кроссовки. Ты сказал, что лучше галоши. Я и надела галоши. Мне в чем еще в лес ехать, медь твою жечь? В лабутенах? Я как пойду на заправку сейчас в галошах? Я что, знал что ли, что у тебя галоши есть? Я пошутил. Да нельзя с девушками из села так шутить. Молчание. Хватит нервничать. Да как тут не нервничать-то, Егор? Мне своими спортивками-чумазами весь салон загадили. Саша этот с ревизией. Медь, кот. У меня пересдачу назначат со дня на день. А я еду в лес, медь жечь. С пролитым нахер бензином. В галошах, блядь. Ну поехали за тачкой Олега и поезжай домой. Да иди ты. Ты что такая злая? Да потому что мне падла какая-то в колхозе воды в багажник налила. И я так всю зиму и проездила. Только весной заметила. А он весь, блядь, гнилой. Понимаешь, Егор? Мой Логан гнилой. А вы туда сейчас 50 килограмм своего медного говна положили. Нервы. Где нервы-то мне взять, сука? Может, правда, до меня сейчас? Ладно, уж пусть и приехали. Вот так, Вер, на заправку в галошах. Давай, я схожу. Вера выходит из машины, уходит оплачивать бензин. Чего она такая бешеная у тебя? Месяц по три часа спим, я сам еле держусь. Уходить надо оттуда, я же говорил. Мужик, не все так просто. Заявление пишешь и все. Ну, не совсем. Мутный ты какой-то. Да сам ты мутный. Да все, не кипишуй. Егор убирает кнопку в рюкзак, возвращается Вера. Садится на водительское сидение, заводит машину. Выезжает, разворачивается, едет той же дорогой обратно. Че происходит? Канисту-то не наполнили? С доставки вызвали срочно. У курьера ковид. Я единственная, кто свободен сейчас. А Мечо когда? После доставки. Картина тринадцатая. Полный клиентский зал. Понедельник. Спешка, давка. Все стоят в очереди к трем кассам. За первый сидит Егор, за второй Марина, за третий Маша. Все в медицинских масках. У Марины на волосах маска из луковых колец. Мне вот извещение пришло. Протягивает Егору листок с извещением. Егор сканирует. На организацию пришел письмо. Да. Доверенность есть? Нахер она нужна. Правила такие? Дебильные правила. Какие есть? Я уж полгода так хожу, получаю, не было никогда проблем никаких. А кто он так выдавал? Что-то хера принципиально, что ли? Штраф платить не хочется. Какой нахер штраф? Письмо выдавай мне и разойдемся. Егор, подойди, пожалуйста. Что за херня? Может отпустишь меня сначала? Отпускаю, без доверенности. Прямо сейчас отпускаю. Да еб твою. Мужик снимает с плечи рюкзак, ставит на стойку, открывает его. Ищет доверенность. Егор встает со своего места и идет к Маше. Стоит перед компьютером, начинает что-то щелкать. Перед Машей стоит пожилая женщина с квитанцией. Ну что ты как? Въезжаю. С непривычки сложно. Ноги болят. Туберкулезница какая-то. Наркоманка чай. Точно, точно. Так а что стул не возьмешь? Сидеть больно, кости упираются. Жесть, может к сортировщикам уйдешь? Проветришь? Долго вы там? Подождите. Тебя не спросили. Бес какой-то. Глаза видела у него, мешки вон какие. Страшно, как дьявол. Да у них тут твоя резиденция ада. Смотри, вот эти квитанции всегда тормозят. Ждать надо, видишь, штрих-ход какой. Следующий раз поеду и надбивай. Спасибо, Егор. Егор идет от Маши обратно к своему рабочему месту. Около второй кассы его тормозит Марина. Егор, помоги. Эй, я долго стоять тут должен. Егор останавливается у Марины. Что случилось? Это ужас какой-то. Сколько ждать-то можно? Я позвоню сейчас. Звоните. Нахал. Точно позвоню. Она достает телефон, долго смотрит в экран. Куда звонить-то? Слышь, бес, что спрашиваю? Куда хотите, туда и звоните. Быдло всякое понабрали на работу. Я тут посылку с оплатой выдаю. Че от взяла и не поняла, что случилось. Да, парень, посмотри, что там. А то это, походу, интеллект. На, губах. Чего? Марин, капец, воняет. Ты чего орешь? Луком обмазалась, на весь зал воняет. Больная, что ли? Не грубите сотрудницы. А когда мне еще маску делать? Я по 12 часов работаю, охренели совсем. Я сейчас такую жалобу накатаю, какую ходить буду. И я. Марин, ты ее выдала уже, что ли? Я ничего не выдавала. Алло, долго там? Подождите. Давай, парень, работай, работай. Ты что, ты за дураками, что ли, держишь? Вот написано, выданную минуту назад, фамилия твоя. Я ничего не знаю, ничего не выдавала. Так, это вообще не та посылка, номер не тот. Ты вообще где есть? Как это не так? Егор тыкает пальцем в экран. А, точно, сейчас ту найду. Марина встает и уходит на склад. Егор возвращается обратно на свое рабочее место. Мужчина один дает доверенность и паспорт. На, читай. Егор, подойди, пожалуйста. Егор идет к Маше, читая доверенность на ходу. Да, ебаный, брат. Егор подходит к Маше. Говорит, сдачи нет у нее, 10 рублей там надо. Егор отрывает кассу, заглядывает внутрь. Там есть, только по 10 копеек. Нахер, а ну мне не надо по 10 копеек. А у меня размена нету. Приходят все с пятитысячными. А я вам откуда на всех-то сдачу рожу? Тихо. Сходите в пятерочку, разменяйте без очереди, примем. А что мне еще сделать? Ну, придется сходить. У нас справа сдачи нет. Это мои проблемы, что ли? Ищите. Да, запросто. Егор берет из кассы горсть 10 копеечных монет в руку и бросает перед женщиной. Хорошего вам дня. Совсем охерел, что ли? Егор возвращается к мужчине один. Смотрите, у вас доверенность на денежные переводы. И? Гухой, что ли? Не на почтовую корреспонденцию. И чего? Ну, по ней нам нельзя выдавать. Слышь, ты запарил меня уже, письмо мне отдал мое. Права не имею. Грина, ты чего в мудилу-то со мной играешь? Ты угодится всем. Так, все. Егор сминает доверенность и кидает в лицо мужчине один. Вас никто тут обслуживать не будет. Можете написать жалобу. Я нихуя тут сейчас стоял. Нахуя тут сейчас стоял. Ты чего, чертива. Начальника мне позови сюда, я жду. Точно, точно, ублюдок. Так я начальник сегодня. Какие вопросы? Пожелания я записываю. Ты супережка такой. Так ты работали в жизни, что ты вообще... И зубов еще. А дача не заебет? Блядь, что происходит? Маше хватает со стола канцелярский нож, встает на стул, смотрит на клиентский зал, задирает рукав, прислоняет лезвие к руке. А вы хули столпились все тут? Здоровые дохуя? По правилам дистанция полтора метра, друг от друга, в отделении не больше трех клиентов. Пандемия! Молчание! Молчание! Слышно только плач ребенка. Егор садится за рабочее место и обхватывает голову руками. Возвращается Марина с посылкой. Я нашла! Маша кидает канцелярский нож на стол, спускается со стула. Сходи в туалет, смой маску свою. Ебанутая. Картина четырнадцатая. Квартира Веры, зал, хрущевки, посередине комнаты двуспальный диван. На диване, укутавшись с головой в плотный плед, лежит Вера. Дверь в зал открыта. Слышно, как на кухне Егор что-то делает с посудой. Течет вода из чайника. Блин, мимо. Егор перемешивает что-то в кружке. На улице открывается подъездная дверь. О! Ну, года не прошло. Сколько тебя ждать-то можно? А ты лень? Чего, торопишься, что ли, куда-то? Не торопись, успеешь. Бабушки смеются. Я, знаешь, чего часто вспоминаю? Чего? Вот раньше почему-то как-то не думала, а сейчас прямо в голову занозой влезла. Прости, Господи. Ну, чего там? Молчание. Егор что-то выбрасывает в мусорный пакет. Новый год девяносто шестого. Помнишь? Ну, так смутно. Сколько этих новых годов-то было? Тогда все одинаковые они были. Что девяносто пятый, что девяносто седьмой. У вас же мы тогда сидели. Женька мой тогда еще в Деда Мороза переоделся. Киндер эти сюрпризы всем малым дарил-то. Мелкивэй. Болзалплаты тогда отдали за эти мелкивэй долгумен. Ой, а тебе лишь бы про деньги. А тебе будто нет. Егор заходит в комнату, держа в руке большую кружку с чем-то горячим. Садится рядом с Верой у края дивана. Вера. Да не об этом я сейчас. Чего ты не слушаешь меня? Да чего мне тебя слушать? Послушала бы хоть раз, узнала бы, чего меня слушать. Вер, солнце попить надо. Горячее. Не. Ну развопилась-то. Давай говори, что хотелось сказать. А то интригу повесила, вдохнуть можно. Просто служебный роман какой-то. Остынет сейчас. Ой, да тебе лишь бы уши развесить и сидеть так. Сколько уже лет сидим? Ну, Вер. Егор, мне трэш как плохо. Я понимаю. Ну, да хера сидим. Сидим, высиживаем, как бабки на завалинке. И панелька эта, как жизнь моя, серая. Егор ставит кружку на пол, засовывает руку под плед к Вере, берет ее за руку. А панельки-то тебе чего? Всю жизнь жили, о квартире мечтали. Хоть и такой. И чего, зря мечтали, что ли? Или чего? Ты чего несешь-то, старая? Да тошнит уже от панелек этих. Все одно, что картонная коробка. Кто что говорит, все слышно. Кто-то в душе моется на пятом этаже. На девятом слышно. Ругаются, слышно. Егор залезает под плед к Вере. Аккуратно. Руки холодные. Согреет сейчас. Ага. Ну, это хорошо, кстати. Я помню, на старой квартире еще сосед постоянно жену свою лупил. Только это одно и спасало, что слышно было. Полицию всегда вызывали. Но это ладно. А для тех, кто нормально живет, на черта эти квартиры нужны. Как будто и нет их вовсе. Как будто в одной квартире и живем все. Одинаковые люди в одной квартире. Да сама ты одинаковая. Щекнулась, похоже, старая совсем. Ты ради этого меня с моим радикулитом выперла с этажа-то с третьего? А ничего страшного. Полезно тебе будет? Да чтоб тебя. Тебе для мозгов бы попить что-нибудь полезно будет. А тебе рот на замке иногда держать полезно будет. Слышите, вы куши. Вас чего? Моран совсем уже замучил. Чего развопились, как петухи с горлом перебитым. Меня, блядь, все кошки из-за вас проснулись. Да иди ты нахрен со своими кошками. Ты сама-то у врача давно была? Егорка, закрой окно, пожалуйста. Они так до утра могут. Егор подходит к окну, закрывает стеклопакет. Возвращается обратно, залезает под плед. Мне очень плохо. Надо потерпеть. Зачем ты пришел? Я ж просила. Вера скидывает с себя плед. Смотрит на Егора. На ее лице медицинская маска. Блядь, ты вообще что ли не вырубаешься, что происходит? Ты правда думаешь, что эта фигня меня спасет, если что? Херово-то как? Надо протестамол выпить. Егор встает за таблетками. Вера останавливает. Приперся, блядь. Егор кладет ладонь ей на щеку, на маску. Мы с тобой месяц крядули на почте и на доставке. Вместе. Вера, хватит. Он пытается снять маску с ее лица. Вера впивается ногтями в кисть его руки. Потом отпускает, гладит руку Егора. Егор снимает маску с лица Веры и выкидывает на пол. Они целуются. Картина пятнадцатая. Кухня Вериной квартиры. На подоконнике трехлитровая банка с букетом свежих белых роз. Егор стоит у плиты, готовит суп. Размешивает ложкой содержимое кастрюли. Пробует. Ну, вроде норм. Достает блендер. Подключает блендер к розетке. Погружает его в кастрюлю. Включает. Звонит телефон. Егор отпускает блендер. Достает из кармана штанов смартфон. Ого, здорово. Слушай, ну такое. Мы так. Верта, в общем, спит в основном. А я в магазин, да в аптеку. Без контакта все. Сложно сказать. Да, вроде лучше. Через два дня я должен точный результат дать. Угу. А ты чё, как сама? Блендер выходит из равновесия. Выпадает из кастрюли. Часть супа разливается по кухне. Блять. Да ничего, подожди. Егор ставит телефон на громкую связь. Подходит к плите. Берет в руки блендер. Ну ты чё, где там? Да тут. У меня тут проблемы. Ещё какие? И у Веры. Почему? Вас пока нет. Саша ревизию неплановую вызвал. Я вроде приглядываю, но вообще ХЗ чё они насчитают. Когда успел-то? Егор берёт в руки тряпку, идёт к плите, протирает её. Сегодня с утра они приехали. Когда заявку делал, тоже ХЗ. Но они, короче, тут ещё с утра. И чё, какие прогнозы? Пока про Веру говорят, в районе трёхсот тысяч. До этого двести было. Откуда триста-то? Ты у них спроси, я знаю, что ли? Короче, херово очень. Короче, херово очень, что нет вас. Они говорят, что поскольку ты зам, на тебя тоже часть ляжет. А ты как там вообще оказалась? У тебя же сессия. Так они меня дёрнули, когда вы административные взяли оба. Послал бы их. Саша сказал, что если не выйду, на меня этот долг тоже раскидает. И вообще на всех в отделении. Олесь, ты сразу всю пачку куришь, что ли? Сейчас приду. В трубке возникает голос Саши. Чем занята-то так? У меня разговор важный. Да? Ага. Ну, говори, чё молчишь-то? Ну, мне надо, чтобы никто не слышал. А ты не переживай, я никому не скажу. Сомневаюсь. В чём? Лесь, хорош. Веря, привет передавай. Там не Вера. Лесь, дай ему трубку. Это вас. Да неужели? Кто? Егор. Ну, привет. День добрый. У меня ты точно. Кажется, даже слишком. В самый раз. Ну, главное, чтобы всем хорошо было, правильно? А тебе хорошо. В смысле? Да забей. Ты, кстати, кредит в почте банки не хочешь оформить? Зачем? Всякое в жизни бывает. Да чё ты такое себе предложение? Ну, если что, имею в виду, там, ставка процентная, хорошая, вдруг что-нибудь случится. Что такого может случиться? Да всякое может. Когда из отпуска ты выходишь? Какого? Давно административный отпуск? У тебя может и отпуском стать, если подумать. Чё, можно ежегодно оформить? Бессрочно. Причина? А, да не вникай. Как там, девчонки мои справляются? И твои справляются, и мои. Твои? Ревизия. Неожиданно. Знаешь, весь день не покладая рук работаем. У вас оказывается столько по ГЖП просрочки, мама родная. Ладно, хоть нашли. Ну, как? Часть, конечно, нашли. Малую. И какую же? Треть где-то. Егор подходит к столу, берёт телефон, кладёт на столешницу рядом с плитой, надевает нож на блендер, погружает его в суп. Чего замолчал? Да пытаюсь вспомнить, сколько там было. Ммм, понятно. А мы тут сейчас в упаковках на Авито считали и... Егор включает блендер. Ничего кроме этого звука не слышно. Он включает блендер и выключает через несколько секунд. Алло, да, ты где там? Тут я, Саш, тут. Что за шум? Связь плохая. Так, чё с упаковками-то? А, да, в упаковке. А, так вот. Егор включает блендер, выключает. Ты издеваешься там надо мной? У меня телефон в трёмный, Саш. Дом кирпичный, стены толстые, связь не ловит. Повтори, пожалуйста, блин, ну подружеский. Ну, ну подружеский-то да. Короче, пакетов размера L. Егор включает блендер, выключает. Алло, Саш, алло, как слышно? Егор берёт в руки телефон, смотрит на экран. Истеричка. Егор убирает телефон в карман, включает блендер. Конец первого действия. Действие второе. Картина первая. Кухня Вериной квартиры. Розы на подоконнике завяли. Вера и Егор сидят за столом. Кипит электрический чайник, звучит щелчок отключения нагрева. Вера встаёт, подходит к гарнитуру. Достаёт две кружки, ставит на стол. Кладёт в каждую пакетику чая. Заливает кипятком. Сахар нужен? Да без разницы. Ну, я кладу или чё? Клади. Вера кладёт две ложки сахара Егору, потом себе. Перемешивает сначала Егору, потом себе. Садится обратно за свой стул, начинает пить чай. На работу завтра? Вообще зовут. К скольки? К восьми, как обычно. Ты пойдёшь? Куда? На почту завтра. На административную взяла. А мне не дают почему-то. Чай-то попей. Не лезет. Остынет. Походу. Вера отпевает из стакана, смотрит на Егора. Так это обычно бывает? За кружкой принцессы Нури? Вера встаёт из-за стола и подходит к Егору. Садится к нему на колени, обнимает. Рыжик почти в себя пришёл. Уже и на кредит хватает. Всё будет, просто позже. Позже Саша опять неплановый ремонт найдёт задним числом. И так оно и будет. Ну, значит, заплатим. А там уже посмотрим. Родной, надо всё разгрести. Да оно, блядь, никогда не разгребается, Вера. Вера сжимает Егора в объятиях. Вера, я уйду тогда. Как так? Куда? От тебя, как только так сразу. Вера вскакивает с рук Егора. Возвращается на своё место. Нахуя это сейчас надо, Егор, а? Зачем? Я против аборта. Не так я себе всё это представлял. Ну, пиздуй сейчас тогда. Ты ведь у нас думаешь, чё говоришь? Егор идёт в прихожую, обувается, достаёт из кармана халата сигареты, закуривает. Вера садится на место Егора, встряхивает пепел в его чай, плачет. Картина вторая. Ресепшн, все в медицинских масках, Егор стоит рядом со столом сортировщика. Мимо проходит Маша. Чё стоишь? Да я ненадолго. Ну ладно. Маша уходит в клиентский зал, к служебному входу проходит Галя. Егор? Привет. Я на самом деле на 5 сек. Так, а как ты тут? Ну, в смысле, на работу пришёл, как обычно. Всё норм? А тебе Вера не говорила ничего, что ли? Саша выходит к служебному входу. За ним семенит Маша. Быстрее, можно работать. Вы чё там глючите, как мухи сонные? Так а я чё сделаю? Ну, в прошлый раз же сделала, и в позапрошлый. Опять? Ну, а как? Ну, у меня руки уже все... У нас за сегодня уже 5 жалоб на очередь. Сам осмотри, штраф потом на всех ляжет. Маша уходит в сортировочную, выходит через минуту, держа в руке канцелярский нож. Она идёт и закатывает рукава. Под ними все руки в порезах. Жесть. Давно у вас так? Егор, ты бы шёл. Пиздец. У меня недели не было всего. Саша проходит мимо Гали с Егором. Подходит к Жениному рабочему месту. Смотрит, как тот штемпелюет письма. Снимает медицинскую маску. Достает из кармана пиджака бутылку воды. Делает глоток. Ну, я вопрос задал. Что вам нужно? Сколько писем за сегодня? Вот, четвёртую пищу-то делаю. Саша оборачивается, смотрит на шесть неоткрытых ящиков с письмами. А это когда? Медленно очень. Ну, так я один же. Ну, так здесь и работа на одного. Не сказал бы. Так никто не спрашивает. Ты делай просто. Электронные уведомления ты хоть сделал? Да толку от ваших уведомлений-то. Ого! Решил заглянуть к нам всё-таки. Они зачем нужны вообще? Создать видимость развития почты? Все и так знают, что тут пиздец. Наверху неглупые люди сидят, Егор. А ты сверху ведь? К ним подходят все сотрудники отделения. Слышь ты, мы давно с тобой на тыж. Пандемия же, говорят, дома сидеть надо. Ну, так и сидел бы. Один хер уволят скоро. А ты-то чего вообще с ним не сидишь? Почтам-то на удалёнке? Не весь. Угу. Один ты остался. Егор, иди отсюда. Я пойду, рабочий день окончится и пойду. Егор! А ты когда пойдёшь? Сейчас тебя охрана выведет и пойду. Угу. А я думал, как паштеты досчитаешь. У меня кот вчера полночи блевал в паштетах этих. Я вот пожилёк, что страховку ему не оформил. На кота же тоже можно? Егор, рот закрой. Может, ещё ремонт обуви тут откроем в нерабочее время? Тебя по статье уволят. Скорее посадят. Саша подходит к Егору. Егор снимает медицинскую маску. Галя делает шаг в сторону. Егор, блядь. Тебе фраза «going postal» говорит о чём-то? Ты ведь курешь? Да. Пойдём покурим тогда. Ну, пойдём. Егор выходит из ресепшена, идёт к чёрному выходу. Саша идёт за ним, догоняет Егора, толкает в спину. Быстрее давай. Егор останавливается, разворачивается к Саше. К ним выходит Маша, встаёт рядом с Галей. Не тормози, пиздец, как курить хочу. Егор обхватывает голову Саши и прижимается своим ртом к Сашиному. Саша обнимает Егора, пытается открыть рот Егора своими губами. Егор отталкивает от себя Сашу, утирает рот. Ты чё творишь? Я тебя просто заразить хотел, мужик. Ничего такого. Чё? Ковидом. У Егора корона. Урод, блядь. Саша хватает Егора за шиворот, они борются, сносят стеллаж с посылками, врезаются в дверь чёрного входа, оказываются на улице. Галя бежит за ними. Вы куда все? Стойте. Полицию вызовите кто-нибудь? Картина третья. Отделение полиции. На стене висит флаг России. Фотография Путина. Красная вывеска с номером полицейского отделения. Полицейский сидит за столом, что-то пишет в тетради. Внутри камеры КПЗ, у решётки Егор наблюдает за полицейским. У Егора фингал под глазом и разбитая нижняя губа. На толстовке пятна крови, на кроссовках нет штурков. Воды можно? Обойдёмся. Полицейский встаёт из-за стола, подходит к Егору. Бутылку, давай. Егор подходит к лавочке в КПЗ, поднимает с неё полуторалитровую пластиковую бутылку, возвращается к полицейскому. Полицейский берёт бутылку, идёт в туалет. В туалете Саша. Эх, бля, стучатся, не учили? По пиздещу. Слышно, как полицейский включает воду в умывальнике. Саша выходит из туалета, застёгивая на ходу джинсы. У Саши сечка на переносице, в обе ноздри вставлена вата. Оба глаза начинают заплывать синяками. Видимо, нос сломан. Полицейский выходит за ним, подходит к камере Егора, просовывает ему бутылку. Она из-под крана, что ли? Нет, бля, Традникова. Ну чё, оформлять будем? Пора уже. Полицейский даёт ключи от камеры Саши. Саша открывает дверь. Тебя долго ждать? Егор встаёт с лавочки, выходит из камеры. Саша толкает его в плечо. Быстрее, давай, бля. Да иду я. За стол садись. Егор садится за стол. Ну и что это была за хуйня? Какая? С короной. Да я растерялся, короче. Нихуё, ты так целяешься. Нервы? Да у всех нервы. Ну и что мне с ним делать? Ну, оформлять. Сколько? Триста тысяч. Как всегда. Полицейский достаёт протокол, заполняет его. И чем занимаешься по жизни? Химик. Кандидатскую пишу. Саня, а может мне просто сейчас тебя оформить, рупечь нахуй? Так ты заебал уже со своей почтой. Ну попробуй. Попробуй, попробуй. Я вообще не понимаю, что мне мешает тебе сейчас просто в клетке закрыть и везти нахуй. Ну вези. Я в одиночке что ли эту херню столько лет проворачивал? Сколько народу выплачивает до сих пор? Хочешь жить, умей вертеться. Это по твоему жизнь? Ну да. Хуёвая у нас жизнь тогда. Ты долго ещё? Сколько надо, столько и будет. Ну или Егор, смотри. Можешь завтра ко мне приехать? И мы хорошо время проведём. И домой пойдёшь сейчас. Чего? А если не придёшь, Женю мы обратно на Донбасс отправим. Номера миграционные у меня есть. Маша себе на врача точно не накопит. Ирина Петровна будет инсулин в долг в аптеках брать. А так придёшь, всё хорошо, все довольны. Это так каждый раз будет, когда ты решишь отделение по миру пустить? Да нет, это только сейчас. Где гарантии? Нет их. Ну и выбор у тебя не особо большой. Верится с трудом. Не попробуешь, не узнаешь. Я, может, я просто заявление напишу? Куда ты собрался, а? Пандемия. Кому ты нахер нужен? Сиди на жопе ровно. Ну, в пятёрочку. Нас в ТЦ всех зовут сейчас. А ты думаешь там больше? Нет, Егор. Я тебя никуда не отпущу. Как же я так? Начальство должно заботиться о своих подчинённых. Так что... Буду заботиться. А где бумаги на него? Что оформлять? С Вероники перепишу. Так вот просто взял и переписал. В войне иметь страниц меньше. Петработы на день минимум. Заебался своими качелями. Ты не бесплатно это делаешь? Определись, кого оформлять. Олстова нашёл. Документы в отделении все. Блин, точно. Может, реально лучше Веру оформить? Съездим, привезём. И за доками заедем. Рожай, давай. Увидитесь заодно. А? Тачку иди заводи. За Верой поедем. Блин, часу, часу не легче. Полицейский встаёт. Ладно, я приеду. Во сколько? Ну точно, больнейся на пусте. Ну вот, другой разговор. Давай завтра с утра. Я не могу с утра. И чем же ты заняты будешь? До 78-го поеду сейчас. Ночью? Ну да. Зачем? Там по СААБу, по ФК ящиков 6 осталось. Женя по-любому не сделает штраф будет. Ну, иди, ладно. Ключ от отделения можно? Саша достаёт ключи и кладёт перед Егором. Егор убирает ключи в карман. Я пойду? Да, родной. До завтра. Саша подходит к Егору, чмокает его в щёку. Как встанешь, позвонишь. Саша выходит из отделения. Зачем меня дёргать, дебилы? Чё сидишь при ростах? Уёбывай отсюда. Вещи верни. Полицейский открывает сейф, берёт с полки шнурки, кидает Егору. Тот подбирает их, зашнуровывает кроссовки. Полицейский берёт с полки рюкзак. Вот откуда запах. Какой? Бензинами, чуешь? Принюхался, походу. Нюхаешь его, что ли? Чё? Бензин, что ли? Кидает на стол рюкзак Егора. Берёт с полки нож-бабочку. Рассматривает. Если с почты уволит, куда пойдёт? Не думал об этом. Наверное, почт. У меня кандидатская с осенью. Ну смотри, я это на полном серьезе говорю. Я уж понял. Полицейский кидает нож Егору. Берёт с полки сейфа книгу. Артур Рэмбо. Артур. Чё? И это имя какое? Артур Горб. Француз. И чё? Читаешь текст? Да. Ну чё, нравится? Ну да. Да. Полицейский кидает книгу Егору. Берёт с полки православный крестик. Кидает Егору. Крестик приземляется на стол перед Егором. Егор разглядывает его. Это чё? Крестик хочешь. Это не мой. А твой где? Я не нашёл. Это ты зря. Бог себя видит. Картина четвёртая. Ночь, сортировочный цех. Егор сидит за рабочим столом. Перед ним калькулятор, накладные и лист бумаги. Парень что-то считает и записывает на листе. Рядом стоит пьяный охранник ТЦ. Я когда молодой был, тоже думал, мол, херня. Обувь и обувь. А теперь знаешь чё? Ммм. Грибок. На всех пальцах. В курсе вообще, что такое, когда грибок? Не, у меня нет. А у меня есть. А всё почему? Потому что обувь не носил нормально. Как ты был дебил, головой-то не думал? Блин, реально 300 выходит. А теперь чистотелом промывать надо. Два раза в день, утром и вечером. Или может. Ты не веришь, что это? Егор пишет. Я тебе покажу сейчас. Чё покажете? Грибок покажу. Чё? Какой? На ногте. Зачем? Чтоб ты обувь себе нормальную купил, голову, а не резину эту носить. Можно? Можно не надо, пожалуйста. Тебе денег-то? Не надо денег. Я могу дать. У меня шесть ящиков писем ещё. Давайте завтра ваш грибок обсудим. Эм, блин. Отвлекаешься. Не надо. Куда ходь? Агент по финансовому контролю. А чё за запах такой? Какой? Бензином вонет. Это от меня. Ты душ с ним что-то? Да нет. В машине пролился, просто вещи ещё не провязывались. Эх, ладно, Егор. Пойду я тогда. Давай. Бог помнит. Спасибо. Охранник уходит. Егор ждёт, пока охранник отойдёт от ОПС. Подходит к служебному входу, запирает его на ключ. Возвращается обратно в цех. Сидит и смотрит на накладную. Считает, пишет, кладёт ручку на стол. Блин. Егор трёт глаза, берёт ручку, пишет. Я. Закрываем. Веки. Отполированный. Топас. Вижу. Только. Блеск. Больших. И. Зелёных. Глаз. Слышу. Только. Треск. Гомона. Ртов. Людей. Шум. Догоняет. Прохожих. Как. Холден. Колфилд. Детей. Похоже. Счастье. Тонкая. Нить. Не может. Сгнить. Центры. Пустого. Зала. И. Не. Изделия. Из. Металла. Меркнет. Ветер. Лунатит. Комната. Я. И. Моль. Сердце. Склеенный. Анти. Генератор. Любви. Из. Боль. Перечитывает. Вздыхает. Достает из шкафа старую ржавую металлическую канистру с бензином. Уходит к посылкам. Слышно, как разливается бензин. Егор заходит в сортировочный цех, разливая на пол содержимое канистры. Достает из под рабочего стола рюкзак. Открывает. Вынимает полулитровую кастрюлю и три стеклянные бутылки. Ацетон. Концентрированная перекись. Серная кислота. Открывает ацетон. Выливает на пол бутылки в кастрюлю. Закрывает. Открывает перекись. Повторяет процедуру. Жидкость шипит внутри кастрюли. Егор скидывает все стоящее рядом. Ящики с письмами и посылки на груду товара. Ставит кастрюлю с жидкостью сверху. Наливает серную кислоту в кастрюлю. Убирает кислоту в рюкзак. Хватает канистру. Уходит из цеха. От давления кислоты жидкость в кастрюле закипает. Щелкает. Щелкает выключатель. В отделении гаснет свет. Слышно, как закрывается дверь черного входа и поворачивается ключ в замке. Огонь горящей бумаги обнимает кастрюлю. Кипение усиливается. Происходит взрыв. Пламя пробегает по всей бензиновой полосе. ОПС охватывает пожар. Картина пятая. Квартира Егора. Егор одет во все черное. Спит прямо в пальто. Олег заходит в комнату. Хромает. Несет в руке ведро с водой. Олег вливает воду на Егора. Егор вскакивает и садится на диван. Блядь. А, Олег? Доброе утро, мистер Андерсон. Че? Олег ставит ведро на пол. Подходит к столу. Открывает окно. Садится за письменный стол. Ставит рядом с собой пол-литровую банку. Закуривает. Боли все. Олег делает затяжку. Блин, ну че так херово-то? Че вчера было-то? Пришествие избранного. Чего? Какого? Тебя какого, бля? Я ни хера не помню. Еще бы выжрать столько. Все целы? Угу. Наверное. Почему наверное? Че было? Да че. Мы приехали с моей вчера к тебе. Рыжика посмотреть. Поел, не поел. С тобой повидаться хотели. Заходим, а ты в ума стоишь на кухне. Лыка не вяжешь. Мы тебе типа мол, дружище, ты че? А ты бубнишь только под нос себе. Что-то про фантики. Угу. Вера не звонила? Мне? Откуда? Да мне естественно. А хер его знает. Ты вчера сказал, что Тринити не отвечает. Телефон вообще неправильно работает и он тебе больше не нужен. И выкинул его из окна нахер. Я пока спускался за ним, у него уже ноги выросли. Блин, я даже кредит по нему не закрыл еще. Долбоек. Без тебя тошно. Это нам вчера со Светой было тошно. Скажи спасибо, что ты тут вообще. Где мне быть еще? Нахуярился и нахуярился. Сначала-то да. Потом нацепил всю эту хероту на себя и сказал, что мы агенты Смиты. И убежал нахер из квартиры. Двери не закрыл, даже ключи не взял. Куда? Мир спасать походу, я хэзэ. Я за тобой побежал, Свету в квартире оставил. Ну так, бегу я за тобой из подъезда и хер тебя догонишь. Бегу, почти догнал тебя, только бежали мы по проезжей части. Я за тобой бегу, ору, мол, стой придурок, собьют тебя, собьют сейчас нас. А тебе похер вообще, ты мне через плечо только крикнул. Типа ты сейчас через лобовое в первую встречную тачку с двух ног запрыгнешь и уедешь из этой реальности нахуй. Сигу дай. Олег кидает Егору пачку сигарет, тот закуривает, Олег ставит банку на диван к Егору. Кровать прожжешь. Да и хер с ним. Короче, крузак на нас летел, ты, видимо, затрахался уже бежать к этому моменту, но я кое-как тебя догнал, да в бокс шип и сам полетел с тобой вместе. Крузак этот мне полподошв избрил на кроссовке колесом своим. Ладно, хоть перелома нет. Прости. Бывает. Алкоголь остался? Какой нахуй алкоголь? Мы тебя заставили сожрать пол матраса феназипама, чтобы хоть как-то угомонить. Из-за дивана выходит Рыжик. На поясе у него прикреплены колеса, которые обычно ставят домашним животным с поврежденными задними лапами. Он ковыляет вдоль стенки дивана, Егор опускает ему руку. Рыжик подходит к кисти руки, нюхает ее, играет с ней передней лапой. Олег встает из-за стола. Че случилось-то вообще? Ты че так нажрался? Где Вера? Давай сейчас на кухню, придем и расскажу. Ладно. Я жрать тогда пошел, догоняй. Олег уходит на кухню. Егор садится на диван. Олег кричит Егору с кухни. Тебе может телефон дать? Зачем? Вере позвонишь? Не. Не пожалеешь? Смотри, потом поздно будет. Не надо, Олег. Я ни о чем не жалею. Стучат в дверь квартиры. Егор, открывай. Полиция. Конец. Нижний Новгород, Екатеринбург. Декабрь 2020 года. Друзья, теперь нам нужно набраться немного терпения. Режиссер перечислит всех актеров. Лиза, прошу. Представьте артистов. Вот с микрофона, пожалуйста. Артем Уренков, Степан Белозеров, Анна Лаврентьева, Кирилл Папин, Юрий Катаев, Нина Кириллова, Зоя Меньшова, Наталья Смирнова, Мария Ливадина, Жангар Бадмаев, Ольга Иванникова, Арсен Поляков, Николай Мулаков, Евгений Пелюгин, Дарья Максимова, Томасина Москаленко, Роман Семейко, Виктор Еременко, Мария Пономарева, Мария Бейкер, Карина Иванова. Режиссер Лиза Минаева, драматург Глеб Планкин.